В Евросоюзе, как и во всем мире, женщины имеют меньше возможностей для участия в экономическом подъеме своих стран, чем мужчины. Всемирный банк называет это нереализованным потенциалом человечества. Исполнительный директор этой организации решил привлечь внимание к проблеме неравенства полов в связи с проходящими в Брюсселе днями развития ЕС. Кристаллина Георгиева, в прошлом вице-президент Еврокомиссии, побывала в студии Евроньюз. Эфи Кутакоста спросила ее, а как обстоит дело в Европе с положением женщин? Еще не так, как оно должно быть. Гендерное равенство является целью, а не реальностью даже в богатых странах. Мир беднее на 160 триллионов долларов, чем он мог бы быть, если бы женщины полноценно использовались в качестве рабочей силы, и им платили за это столько же, сколько мужчинам. Я слышала, что год назад Кристин Лагард из МВФ заявила, имея в виду Японию, если вы не улучшаете положение женщин на рынке труда, вы должны принимать и селить у себя мигрантов в силу демографических причин. То же самое в Европе, такая же проблема. Европа стареющий регион. Если мы не будем расширять участие женщин в трудовой деятельности, то мы не будем улучшать нашу способность удовлетворять потребности экономики. И тогда, конечно же, нам придется компенсировать это увеличением миграции. Что должны делать страны ЕС для увеличения ВВП с помощью женщин? Это не так сложно, как нейрохирургия. Просто нужно обеспечить, чтобы девочки ходили в школу, учились там тому же, чему учатся мальчики, например, математики, чтобы они затем занимали достойное место в науке. Женщины должны иметь равный с мужчинами доступ к финансам, чтобы им открывалось больше возможностей в бизнесе. А когда они станут предпринимателями, должны действовать приспособленные для этого пола инструменты, которые помогали бы им добиваться успеха. В чем европейские особенности? Когда вы разговариваете с женщинами, от них обычно слышат две вещи. Во-первых, им нужно больше систем поддержки для молодых семей, особенно когда у них маленькие дети. Во-вторых, женщины говорят о доступе к финансированию и предпринимательской поддержке, о признании того, что женщины могут занимать ведущие позиции в бизнесе. С этим связана еще одна жаркая дискуссия в Европе о квотах для женщин. И мои взгляды по этому вопросу имеют конкретное сование. Вы согласны с этим? Я абсолютно согласна. Если у нас не будет квот, то могут уйти годы, если не столетия, чтобы достичь равенства полос.